Привет всем, с вами Маргарита Красик и вы на канале Маги Мальсайд. Многие из всех, кто смотрит мой канал, определенно знают, какое мне любимое время года. Конечно же, это зима. Хоть я уже и не маленькая девочка, почти. Я до сих пор верю в новогодние чудеса. Особенно декабрь, это тот месяц именно перед новым годом, когда хочется верить, что все самое лучшее еще впереди. А какой напиток является символом новогоднего настроения и холодных дневных вечеров? Конечно же, Глинтвейн! Для начала хотела бы рассказать немного истории происхождения этого напитка. Первые намеки на Глинтвейн появились еще в древнем Риме, когда римляне смешивали вино со специями, но не разогревали его. Затем, уже через несколько столетий, вино со специями перебралось в Европу. А именно, такие страны, как Германия и Австрия. И именно эти две страны можно и назвать холодными настоящего Глинтвейна. Сейчас Глинтвейн очень популярен в новогоднее, предновогоднее, зимнее время, особенно холодными вечерами, а также на предновогодних ярмарках Европы. Так почему бы нам не приготовить этот скрывающий напиток? Для приготовления нам понадобится Для начала максимально тонко и аккуратно срезать цедру апельсина, не касаясь белой мякоти, так как именно белая мякоть придает горечь. В небольшую кастрюлю добавить цедру апельсина и лимона и залить апельсиновым соком. Для цитруса и апельсиновому соку добавить две палочки корицы, бадьян, а также пару зернышек кардамона. Кстати, для меня было открытием, что бадьян это оказывается анис. А также не стоит забывать добавить пару веточек гвоздики, но не слишком много, Так как гвоздика это очень ароматная специя, и своим вкусом она может просто затмить все вкусовые качества других специй. Также можно добавить немного тертого мускатного ореха, но совсем чуть-чуть. Все тщательно перемешивая до полного закипания. Уже после того, как все закипит, оставить нашу смесь на 10-15 минут на маленьком огне, не забывая периодически помешивать. Пока наша ароматная смесь из специй приобретает свои вкусовые качества, мы займемся вином. А именно, для начала нужно перелить его в глубокую кастрюлю. Добавить 100 грамм меда и на медленном огне начать подогревать. Когда смесь из специй будет готова, добавить ее к вину. Периодически помешивая, на медленном огне нагреть до 70-80 градусов. Но ни в коем случае не кипятить, так как при кипячении глинтвейн теряет градусы и свои полезные свойства. Ориентировочный процент содержания алкоголя в глинтвейне должен быть не ниже 7 градусов. Наш глинтвейн готов. Желаю вам теплого вечера и зимнего хорошего настроения.